Сложно заплатить 3000 рублей за стакан вина, но 3000 рублей за чашку кофе, ну, зерно меняет цвет, потому что там происходит реакция Майара. Ну, краска же, да, там есть? Я знаю, куда я приехала. Это какое-то складское место. Дерзкая такая, мне кажется, идея была. Я ваш кофе вот от уборки пить не буду, да? Вот у меня есть гопота хипстерская. И сегодня мы с вами точно, абсолютно, увидим, как обжаривается зерно. Привет, друг! Сегодня мы с тобой находимся в Благовещенске. Это далевосточный город, который находится на границе с Китаем. Вот сзади меня прям вот. Вы видите, это Китай. Говорят, кстати, что там выстроен город только вдоль самой береговой линии. Он светится, сейчас темнеет. Мы посмотрим, как он будет светиться. Местные жители говорят, что город выстроен обширным потоком. Там вот с той стороны большие здания, что это только вдоль береговой линии. Во всем остальном, туда вот вглубь, если поехать, то там будет обычная деревня с невысокими зданиями. В общем, сделано это для того, чтобы ты с этой стороны берега смотрел на город, восхищался его масштабами. А на самом деле все это обманка. Для меня, конечно, это по-прежнему странная история, потому что сколько раз я бывала в Благовещенске все время, для меня интересный момент, что ты можешь с речки наблюдать просто другую страну, как здрасте. То есть люди здесь вообще настолько близко находятся к Китаю. Вот здесь вот она, это другая страна, прям через речку видно на другом берегу. Все время прикольно было для меня. Тише, малыш. Камни ты кидаешь туда, да. Камни. Мы приехали сюда по двум причинам. Во-первых, у меня здесь живет родня, я приехала повидаться с родней. А во-вторых, если вы смотрели вот этот вот мой выпуск, то наверняка видели, что в Геленджике я нашла кофейню, которая открыта по франшизе, называется Добро. И ребята, я рассказывала в этом выпуске, начинали франшизу именно здесь, в городе Благовещенске. И она растет отсюда ногами, развивается активно по всей России. И я решила, раз уж я еду сюда, то нужно обязательно зайти к основателям этой франшизы, к обжарщикам, посмотреть на их производство и узнать, как обжаривают настоящий, хороший, качественный спешлти кофе. Я давно мечтала побывать на обжарке, посмотреть, как это делается. И здесь, в этом выпуске, хочу как раз поделиться с тобой этим процессом и разобраться, чем же все-таки так хорош спешлти кофе, что это вообще такое и как его делают. Поэтому погнали смотреть со мной. Все, я прибыла на место, как оказалось, Доброкофе в Благовещенске, но об этом можно было, конечно, предположить. Находится в очень многих местах, у них очень много точек по городу, где можно отведать их напиток. Но сейчас я приехала, я так понимаю, в самое главное их помещение, где как раз-таки находится цех с обжаркой. Ну, по крайней мере, мы сейчас с вами все увидим, разберемся и узнаем, так ли это. И вообще познакомимся с ребятами. Погнали! Я немножко волнуюсь сейчас. Я заранее связалась с ребятами еще до того, как приехала в Благовещенск для того, чтобы договориться о съемках. Да, конечно, приезжайте, ответили они и замолчали. Я приехала, написала в директ, мне никто не ответил. Потом пыталась дозвониться по телефону, снова тишина. Все равно сниму этот выпуск, подумала я и пошла тараном на главный офис компании. Там меня встретила Катя с круглыми от удивления глазами и широко распахнутым при этом сердцем харизмой. Катя оказалась директором по франшизе и тут же усадила меня за рассказ о компании под кружку свежеобжаренной Бразилии. Что, пришла, несмотря на то, что тебе никто не отвечал там у нас? Очень настойчиво. Ну, смотри, получается, у нас очень интересная история такая. Мы относимся к тем компаниям, которые развиваются не традиционно с запада на восток, знаешь, а наоборот, с востока на запад. Мне это очень гордо, что наша дальневосточная компания такая сильная, казалось, благодаря людям, которые у нас здесь находятся, здесь живут. Большая часть команды – это люди из Дальнего Востока, из нашего города Благовещенска. Даже сейчас часть команды переехала жить на запад. Кто Калининград, кто Москва, там еще на море уехали. Но все равно это наши дальневосточники. 15-16 лет назад практически мы начинали с того, что у нас был маленький магазинчик чая и кофе здесь в Благовещенске. Мы возили, по-моему, из Китая, там какой-то чай, какой-то уголечки кофе. Но это было недолго, а потом мы решили открывать свои кофейни. Под брендом Чайковский мы здесь в Благовещенске открыли сеть разных кофейн, которые очень полюбились людям. В будущем мы начали называться по-другому, мы называемся Добро Кофе. Потом настал момент, мы стали сами обжаривать кофе. Мы купили ростер, учили команду, у нас появилась большая команда обжарщиков. Сейчас мы еще обжариваем зерно. Нам захотелось контролировать вкус не только в той чашке, которую получает гость, но еще на более ранних этапах. Поэтому закупаем зерно, привозим его сюда в Благовещенск. У нас здесь своя обжарка, свой склад большой, производство. И через какое-то время мы начали открывать франшизу. То есть решили, что тот опыт, который у нас есть, за столько лет его можно упаковать. Наконец открывать проекты. Я же никогда до этого не была на обжарочном производстве и не представляла, что это такое. Потому я не представляла, что такие процессы, как обжарка кофе, доступны ребятам из, так скажем, глубинок. Зато благодаря знакомству с миром спешлти кофе в очередной раз убедилась, что мы живем в то время, когда расстояние и отдаленность от административных центров не играет никакого значения. Было бы желание господа, а средства и возможности всегда найдутся. Дерзкая такая, мне кажется, идея была, потому что не было понимания, как строить этот франчайзинг. Не было специалистов здесь на Дальнем Востоке, которые занимаются франчайзингом. Я сама руковожусь этим направлением и вспоминаю, что мы все это строили, знаешь, по кусочкам. Я там, помню, просила каких-то крутых экспертов по франчайзингу из Москвы, писала им в Фейсбук. Говорила, пожалуйста, расскажите мне, как построить отдел франчайзинга. Они мне консультации оказывали. Спасибо всем, кто это делал. Мы ездили на какие-то форумы по франчайзингу, тоже там изучали, чтобы понять, как это все выглядит. Два с половиной года. Вот так именно. Да, быстро. Мы растем очень быстро. Ну и вот за почти три года сеть выросла. У нас больше 50 активных партнеров. Мы сейчас находимся, представлены во всех крупных городах страны. И мы сейчас в Казахстане представлены. В Казахстане очень сильно развитая культура кофе. У нас там очень большой план на Казахстан. Аня, тут вот она. Аня, привет. Вот Аня только приехала из Москвы, выиграла там чемпионат. Мы очень гордимся тем, что за Аню. За Аню. Про Аню я услышала в Геленджике от бариста и франчайзи. Говорили тогда, что она очень классный кофе им отправила в подарок из той серии, что обжаривала на чемпионате. Мне удалось Аню застать буквально после возвращения с московского чемпионата по обжарке кофе на Ростре Дитрих, где Аня стала победительницей. И тут я не могла упустить момент и расспросить о всех премудростях хорошо обжаренного спешлти кофе. У нас прям все производство состоит из девочек. У нас не было ни одного мальчика. А, Саша Новиков, прости, пожалуйста. Он был первый. И после него все остальные были девочки. То есть у нас работало на обжарке четыре девочки. У нас вообще на самом деле четыре ценности в компании. И на них все основано. Это первая ценность, это продукт, это кофе. Именно поэтому мы там обжариваем кофе, да, мы контролируем ему качество, вкус зерна и вкус в чашке. У нас есть команда ценность, да, это наши люди, которые у нас работают. У нас есть ценность нашей гости, те, для кого мы, да, поэтому мы транслируем мысли, что мы без снобизма. Если гость хочет три сахара в свою чашку капучино, хорошо у него будет три сахара. Но параллельно мы расскажем о том, что если правильно взбить молоко, то напиток будет сладким. И в капучино на самом деле не обязательно добавлять сахар. У меня, кстати, на производстве стоит пакет с Максимом и сахар. Я, да, люблю его. И пять кусочков сахара кидать. Мне очень нравится. Ну и четвертая ценность – наши партнеры. Наш партнер – франшизист, с которым мы работаем. На этих четырех ценностях, в принципе, все базируется, вся наша работа. В общем, обжарочный цех я с первого раза не попала. Попаду со второго, потому что сейчас уже наверняка я знаю, куда я приехала. Это какое-то складское место. Тут вокруг меня такие вот здания. Девчонки где-то меня здесь должны ждать. И сегодня мы с вами точно, абсолютно, увидим, как обжаривается зерно. Я заинтригована. Слава богу, я не заблудилась. Руэд, похолоднее сегодня. Очень холодно. Ты приходил одет. Это у нас что-то здесь находится? Раньше мы работали на Амурской 20, где вот ты. Да, да, да. Потом мы переехали вот сюда. Заходим. Самое интересное. Да, вообще. У нас здесь в полиции происходит просто этот склад готовой продукции и вот непосредственно этот небольшой расклад зеленого зерна. Можно посмотреть, да, на наш обжарщик еще, Бориса. Основная причина, почему я захотела перейти на обжарку. Ну, потому что это было интересно. Намного интереснее для меня тогда было, чем работа на баре, чем работа с людьми, кстати. Ну, а потом через какое-то время ты понимаешь, что сам процесс и технология обжаривания кофе, она очень интересна. И это такой мир, который еще не до конца изучен. Сложно заплатить 3000 рублей за стакан вина. Но 3000 рублей за чашку кофе, ну, это же прям внутренний конфликт начнется. 150 рублей. Фикс Прайс 69. Вообще замечательно. Если мы говорим про вино, то там про все обработки. Это уже известно, все понятно. Все достаточно прозрачно. Нам не будет никаких сюрпризов. Что касается кофе, например, до сих пор не существует ни одной математической модели, которая бы могла постоить примерный график. И ты бы предположил, что получится у тебя в конце. Какой вкус будет у твоего кофе. Это миллионное зерно. К нам оно приходит из 15 регионов мира. Мы работаем с участками миллионного зерна, которые находятся в России. Здесь очень шумно, потому что сзади меня работает ростер с нами Аней сейчас. Она рассказывает, как здесь все работает. Я надеюсь, все будет слышно. Во-первых, я первый раз в жизни вижу зеленое зерно. Можно ли его как-то потрогать? Да, 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 конечно. Можно потрогать, но немного... Все нормально. Оно будет проходить на статистическую обработку. Температура 200-215 градусов. Поэтому если у вас на руках там были какие-то бактерии, ну, вряд ли они не доживут до вашей чашки. Потому что оно будет обжариваться. Да. Оно правда пахнет как горох. Есть все обычное зерно, а есть ворогожек. Он очень большой. Он примерно в 1,5-2 раза больше, чем другое какое-нибудь зерно. Ну, и после обжарки он должен выживаться еще больше. И хоть и все-таки третье. Да. Сначала кажется, боже, это магия какая-то. Первый год. Ты стоишь, так все интересно. А потом ты понимаешь, что это немного рутинная работа. Потому что ты повторяешь, в принципе, одни и те же действия. Но момент экспериментов, момент проработки профилей, момент подбора оптимального профиля к какому-то определенному зерну, он очень интересный, он как бы увлекательный. То есть ты можешь делать эксперименты какие-то. Вот, например, у нас появился новый ростер, Гитрих. Это менее инертный ростер. И на все твои действия он отзывается очень быстро. Несмотря на то, что он более кондуктивный, да, больше не кондуктивный. Вот, например, вот этот ростер, который стоит за нами, жопер, это прям такой классический барабанный ростер. И он медленный, он более инертный, он много получает энергии, медленно там ее отдает. Что касается от Гитриха, он позволяет экспериментировать. Он ставит различные профиля, пробовать, ну, и смотреть, как одно и то же зерно может раскрыться при разном профиле обжарки. По-моему, только на 12-й модели, на 12-килограммовом ростере, на горелках видны молнии, как Гарри Боттер. Да, этот ростер Гитрих, американский, на 12 килограмм. И сейчас у нас здесь жарится. Либо добро от Нельса, ну, в общем, какой-то кофе жарится. Что с ним происходит? Сейчас проходит активно стадия сушки или стадия стабилизации. Эта стадия занимает 60% времени от общего времени обжарки. Основной процесс, который сейчас здесь происходит, это испарение влаги, потому что нам ее нужно полностью испарить, так как она мешает развитию остальных химических реакций. Это реакция Майяра и реакция термализации. После стадии сушки у нас начнется изменение цвета. То есть поглотение, оно уже совсем скоро. Зерно было зеленым, и сейчас вот она становится зелено-желтым. Начинает меняться цвет. У зерна отделяется сильверскин, вот эта вот швуха, которая покрывает зерно. Пахнет хлебушком, вот эта кинька, и вот эта зеленая дорога. А что у нас здесь происходит? Есть логер, с помощью которого Сезанна смотрит, что происходит с зерном. Есть термопары и датчики, которые считывают температуру внутри ростера, температуру зерна, и передают всю информацию на экран. В зависимости от того, с какой скоростью зерно набирает свою температуру, как оно жарится. Уже обжарщик принимает решение, что ему делать с энергией, с газом, с регуляцией потока воздуха и как пожарить вкусно зерно. Есть автоматизированные ростеры, на которых ты нажал кнопку, они все сделали и все прекрасно. Но у нас ручной, потому что мы типа за романтиком. Большинство людей думают, что кофе обжаривается по охладителям. Знаете, там, когда момент, когда зерно уже крутится на виду, и многие люди думают, что оно реально обжаривается там. У меня были мужчины, которые приходили ко мне на экскурсию, они говорят, ну вы же его там красите. Нет, ну, обжарка, ну, знаете, там зерно меняет цвет, потому что там происходит реакция Майара, образуется лилоноид. Они говорят, ну, краска же, да, там есть. Все, у нас уже началась видимая часть реакции Майара. Единственное вещество, которое у нас образуется во время обжарки, это меланоиды. Они как раз издают коричневое. Когда мы жарим мясо, хлеб, то что мы видим, у нас сначала белок становится белым, желтым, коричневым. С зерном происходит то же самое. Давайте я поясню процесс. Сперва зеленое зерно насыпают в ведра и готовят к загрузке в ростер. Там оно обжаривается от 9 до 20 минут в зависимости от потенциала зерна и его дальнейшего способа приготовления. Готовность зерна обжарщики определяют не только по графикам, но еще и по звуку. Так называемый крэк, который взрывается в микроволновке. Насколько я поняла, в общем-то процесс обжарки зерна напоминает то, что происходит с кукурузой. Потом зерно по готовности выгружает в охладитель, оттуда оно опускается по трубе в дистонер, который фильтрует кофе от тяжелого мусора типа камней железа. Воздух, подаваемый снизу в дистонер, выдувает легкие зерна наверх, а тяжесть падает вниз. Если бы не было дистонера, скорее всего, эти камни, они бы бывали в нашу пачку. То есть это тоже как дополнительная точка контроля идет у нас. То есть различные камни, какие-то бобы, я не знаю, что это. В работу обжарщика команды Добро входит не только романтическое обжаривание кофе, работа с роустером, но еще и упаковка зерна. Конечно же, я приняла предложение попробовать упаковать зерно своими руками. Вот так вставляем. Так? И нажимаю, да? Да. Прикольно. Слышно? Да. Да. Но это не так трудно. Но очень прикольно. Пасовщиком? Пасовщиком, да. Бжарщиком нет. Нет. Основное отличие между кофе, который стоит на полке, и кофе, который вы можете купить в любом, там, из кофешопов, да, в кофейне, в какой-нибудь, зайти и посмотреть. Ну, в первую очередь, это свежие зерна, потому что, скорее всего, кофе, который приехал к нам из Германии, из Италии, его свободность уже примерно год с даты обжарки. Для зерна это значит, что оно начинает стареть. Все вкусароматические вещества, которые в нем находились, они просто улетучиваются. И, условно говоря, через год, через полтора года сложно будет определить, что, например, это Эфиопия из региона Гуджи или, например, из региона Иргачив. Хотя, например, после обжарки, ты почувствуешь разницу, что это разное зерно. Через два года сложно будет вообще понять, например, Кения или Эфиопия. Самая главная свежесть. Ну, и плюс еще можно посмотреть на состав, который есть. На бачке написано, если там указано, что это смесь какой-то арабики с рабустой, я просто ради опыта рекомендую вам попробовать свежую арабику. Ну, условно, из того же региона. Например, если вы берете Бразилию, придите просто в какой-нибудь магазин кофейный, да? Хороший. Да, хороший. Купите грамм 100 такой же Бразилии, ну, или просто любой Бразилии попросите, и сравните для себя дома. Если вам все еще нравится кофе из магазина, все нормально, ничего страшного. Есть просто кофе разного качества, но при этом на каждую категорию есть свои люди. Мы должны просто уважать этот вкус и выбор человека. Такое тотальное неуважение. Когда ты вроде бы узнал, такой, приоткрыл завесы тайны, и теперь ты знаешь, как производится кофе, знаешь, что это косточковые фрукты, то, что он должен быть кислый, да? И ты приходишь такой, я ваш кофе, вот этот горький пить не буду, да? Ну, вот у меня есть гопота хипстерская, я ее пить буду. Вот тут фильтр беленькая, тут написано светлая. Еще вот значки есть, в чем мы рекомендуем ее заварить, в чем не рекомендуем. И можно сосканировать QR-код и попасть на наш YouTube-канал с рецептами. Вот точно так же, только в черном, да, но уже среднее и тоже в чем рекомендуем, в чем не рекомендуем. С пылу, с жару Аня достала мне две упаковки кофе, которые по традиции достанутся участникам моего розыгрыша. Я его проведу, внимание, через неделю после выхода этого видео в эфир. В прямом эфире на своем YouTube-канале я разыграю кофе среди тех, кто оставит комментарий под этим видео. Итак, подведу свои пять копеек итога, потому что на самом деле я очень под большим впечатлением. После этой встречи, после этого знакомства, ребята, которые связаны так или иначе с кофейным делом, у них какое-то предпринимательское нутро. Они все экспериментаторы, все очень любят жизнь, очень любят разные вкусы, постоянно чем-то интересуются, развиваются. Я надеюсь, мне вообще в принципе удалось передать смысл того, что вкусный кофе это не так просто. Его нужно уметь варить, но в конечном итоге цель оправдывает средства, и эти вместе все просто учиться пить вкусный кофе. Потому что на самом деле все начинается с таких мелочей, мы начинаем просто пробовать кофе, просто изучать его вкус, ароматы. А после этого вдруг незаметно для себя открываем абсолютно удивительный разнообразный мир касаемо разных вещей. В общем, в конечном итоге это очень позитивно влияет на наше общее восприятие мира, хотя казалось бы, всего лишь одна чашка кофе в день, всего лишь один какой-то себе вопрос, а что я чувствую в этой чашке. И понимание того, сколько людей трудятся над этой чашкой, жизнь играет сразу другими красками. Я надеюсь, вдруг тебе понравился этот выпуск. Обязательно ставь лайк, пиши комментарий под этим видео. А какой кофе любишь ты? Делись этим выпуском с друзьями. Благодарю тебя за то, что ты провел со мной этот день. С тобой была Яна Алексеева, play like our show log. Пока-пока. Для меня что-то такое хороший кофе? Это равз карамельным сиропом. Ой, да замечательно, это же все равно лучше, чем вот это, да? Сейчас я покажу. Я просто сфотографируюсь на загранпаспорт. Все, я прибывала. Те, которого ты любишь, а это, для которого ты любишь, но на которого немножко обижу, но все равно любишь. Ай! Мне в голову прилетела какая-то муха.